Короче, девочки, это просто какой-то трешак, честно. И это было что-то. Заходим в наши комфортабельные условия. Всё, что мы сейчас вам расскажем, это наистрашнейшая история. Мы попали на бабки. Жесть! Европа, жесть! Я не знаю, как назвать этот влог. Каждый звук, каждый скрип мы вздрагиваем. Но я думаю, что мы будем долго вспоминать эту поездочку. А это только первый день. Всё только начинает. Ну что, крошки, мы прилетели! Крис ещё ничего не поняла. Единственное, что она не понимает, зачем сделали вот эти штуки. У нас тоже такие есть. В России даже видели. Да не только в Европе. У нас тоже такие есть. Идёшь и едешь одновременно. Всё для людей. Короче, мы приехали, я безумно соскучилась, честно говоря. Правда. А почему ты соскучилась? Я соскучилась. Ну ты сейчас... Да ты увидишь. Нет, ладно, я по деревне скучу, потому что я там всю детство провела. Здесь определённо. Нет, по самому менталитету, по языку. По языку, по красоте, по этим огромным дорогам, по атмосфере вообще. Европа — это определённая атмосфера. Я нам получаю чемодан. Так, туалет — вот он. Чемодан. Ну дальше там. Разберёмся. Мне нравится именно то, что язык чужой, ты его плохо знаешь, и начинаются какие-то суматохи, растраты, шопинг. Шопинг. Всё не так, как у людей. Всё не так, как у нас. Я имела это. Короче, девочки, это просто какой-то трешак, честно. Но мы это сделали. Мы взяли машину в аренду и подключили навигатор на телефоне, безлимитный интернет. Всё. Сейчас мы идём к нашей машинке, садимся в неё и едем нам где-то 100 километров ехать до нашего города, в молодёжный город Льеш, мы туда едем, и к нашему дому. Вот. Хозяин, к сожалению, тоже нас не может встретить, этого дома. Нас что-то вообще никто не встречает. Сейчас покажу машинку. Смотри. Вот такая машинка. Мы уже сложили туда свои вещи. Ну, потом покажу ещё. Сложили вещи уже. Так, сейчас я, да, и расстегну её. И, в общем, давайте мы, когда уже устроимся, я это вам всё расскажу подробно, потому что это был трешак. Я, в принципе, знала, что так и будет. Как Кристина меня терпит, я не знаю. Фух. Девочки, это было что-то. Кристина слышит это в десятый раз, потому что сначала я это сказала всем. Потому что это треш. Когда чужая страна, когда другой язык, да и, в принципе, всё. Это уже проблема. В общем, сначала у нас, пойдёмте сядем, я вам покажу попозже наши апартменты. Сначала, то есть всё прекрасно, мы долетели прекрасно, прилетели и тут началось. Нам нужна аренда автомобиля. Мы начинаем спрашивать. У нас же, знаете, как в России, если ты спросишь, где аренда автомобиля, у тебя же это, так же, знаешь, Иван Сусанин заведёт тебя куда-нибудь. Одни скажут туда, 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 в итоге ты вообще не туда пришёл и опять начинаешь сначала. А тут ещё другой язык. И я говорю, где можно автомобиль арендовать и ещё и говорю, что мне нужно Еврокар. И в итоге нас посылают туда, где уже выдают машины. А он на своём языке посылает нас туда, где нужно зарегистрироваться. Я тоже не с первого раза поняла. Короче, я туда-сюда бегала несколько раз, узнавала, спрашивала, говорю, уже нарисуйте мне, потому что я не понимаю. Потом мы в итоге поняли, куда мы дошли туда, а нам говорят, тут нельзя с чемоданами пройти. Это можно нам вернуться обратно, подняться наверх и вот там потом пройти, а потом спуститься. Короче, мы это всё сделали. Приходим, начинаем договариваться с арендой автомобиля. Он мне предлагает, главное, там за 400 евро почти. Типа нету таких мини каких-то машинок, да, экономии. А мне такая и нужна, зачем мне там, Мерседес, который он предлагает за 400 евро. Нету мини будет в 5 часов. Естественно, нам нужно доехать до другого города, до Льежа, 100 километров. И это уже мы потратим свои определённые деньги. И опять поедем сюда, короче. Я говорю, ладно, пойду искать другое и говорю ещё скажите бонус. Мы когда ехали, нам сказали, что Аэрофлотом, кто летит, будет бонус на Еврокарте. Типа спрашиваете. Я спросила, говорю, вот бонусы какие там от Аэрофлот. Он у кого-то спросил, в итоге они нашли две машины эконом-класса. Да, ещё и бонус в 15% сделали скидку. В итоге получилась мне машина 170 евро. Ну так мы посчитали, там 13 с половиной тысяч на 6 дней. И причём у нас не мини там двух-трёхдверная, да, а у нас пятидверная машина. Она такая полу-джип, кроссовер такой прикольненький. Я вам потом покажу её. А, ну вы видели уже. Ну я нормально покажу. Приезжаем сюда. Ага, подождите. А, да, ага. Нету денег у меня на телефоне. Не могу подключить интернет, чтобы ехать по навигатору. Потому что по карте вообще это, ну я не соображу просто. Мало того, что мы не выспались, мы же в 4 утра встали. А легли там в 11-12, это да, в 11. Поэтому мы такие вообще, то есть в полной фрустрации, честно говоря. И, в общем, ладно, уже сели в машину. Денег нету положить на телефон. В общем, мы там каким-то способом там звоню любимому своему, чтобы положили деньги на телефон. В общем-то, всё положили, всё хорошо, включился навигатор, едем. Всё, едем, разобрались, приехали. Пока ехали по трассе, всё замечательно. Приехали сюда, кружим, кружим, кружим. Навигатор что-то меня запутал, закрутил. Мы 10 тысяч раз проехали мимо одного и того же места. В общем-то, мы доехали до этого места. Поставили машину на паркинг. А я когда арендовала апартаменты, там было написано, что бесплатная парковка. Ну, как бы, для гостей. А она везде платная. Хозяин наш не дождался. Говорит, что у него дела. Сказал, куда он спрятал ключ, какой код. Мы, конечно, пришли, немножко офигели. По фотографиям немного не то передаётся. То есть, я ждала чуть-чуть другое, а тут другое. Короче, увидите. Ну, в общем-то, прикольно. Что-то в этом есть. И, короче, мы сейчас спрашивали. Я до хозяина до этого не могу дозвониться, этого номера. Я начинаю спрашивать у людей. Здесь никто не разговаривает по-английски. Очень плохо. То есть, хуже меня, понимаете, да? А хуже меня, по-моему, некуда. И, в общем-то, как-то договорились. И нашли мы здесь общественную парковку рядом, бесплатную. А до хозяина дозвонился, он говорит, нету здесь бесплатной парковки. Хотя у него указано, и у меня даже распечатка есть, где написано бесплатная парковка для гостей. В общем, ладно. Всё, сейчас подключаем Wi-Fi наконец-таки. Его так и нет. Вообще, я должна была ему залог 400 евро оставить. Я за это ещё переживала, что нужно денег оставить. Ну, походу, не надо. Ну, и хорошо. Я их потрачу. Я их уже взяла с собой. Вот. Сколько у меня с собой денег? Я сняла 1600 евро. С расчётом на то, что 400 евро мне нужно оставить здесь залог. И 1200 евро это, ну, как бы, покупки какие-то и ещё что-то. Короче, я не знаю, как это всё сложится. Пока я бронировала, кстати, машину, мне ещё заморозили 25 тысяч. 25-30... Нет, 30 тысяч где-то, да. 30 тысяч заморозили на моём счету. Потому что, ну, как бы, я должна сначала машину вернуть, оплатить её. И потом они мне их обратно вернут на кредитную карту. То есть, без карты наличными там нельзя. Карта должна быть. Короче, Треш, мы голодные. Наконец-таки я пришла. Это пока мы нашли эту парковку. Она находилась буквально в 200 метрах. И я говорю, Кристина, стоя, там одно свободное место было. То есть, понимаете, места не будет и всё, трынец. Будем платить. А тут ещё не то, что платить. Тут больше трёх часов нельзя стоять на парковке. Её эвакуируют. Ну, короче, трэш. Говорю трэш, значит, трэш. И в итоге... Я говорю, Кристина, постой. Говорю, посторожи. Вот это место, если что, то занято. И в итоге я сажусь за руль. Иду буквально 200 метров проехать. Я поворачиваю и несколько раз проезжаю мимо неё. Здесь настолько маленькие улочки, что я их всё время пропускаю повороты. Я не привыкла. У нас побольше. Повороты очевидные какие-то. А здесь всё вот так натыкано, всё такое маленькое. И, короче, вечно я пропускаю повороты. И я заблудилась в итоге. Мой любимый звонит. Я говорю, да, я заблудилась, короче. И батарейка у меня садится. И в итоге я... В общем, я кружу вот так по кругу. Я оставила машину где-то там, где знаю, вот сейчас пешком. Я снова иду пешком до Кристины. Потом прохожу весь путь так, как должна ехать машина. И сажусь за руль. И только тогда я понимаю, что так, вот здесь я ещё раз проезжаю в 10 раз. И поворачиваю направо за красной машиной. И всё. И наконец-таки я приперковалась. И мы вот пришли сейчас вот в дом. Мы голодные. Мы ничего ещё не ели. А, нас же кормили в самолёте. Хорошо, да? Но всё равно в доме ничего нет пожрать. Сейчас надо купить пожрать. Найти. В общем, вот так. Хороший начало, да? Всё, мы вышли из нашего дома. Кстати, наш дом. Ай, здесь не очень видно. Я просто пока здесь ехала, крутилась, я увидела здесь кафе интересненькое. Надо посидеть. Там видно фонтанчик как раз-таки. Сейчас возьмём кофе, перекусим. И надо найти магазинчик, где мы задаримся какими-то бутиками. Мы зашли в магазин. А тут вообще столько всего. Тут готова еда и цены. Смотрите. 6 евро. 9, 8 евро. 5 евро. Я говорю, давай что-нибудь возьмём. Потому что здесь кафе что-то тоже как-то где мы находимся. Как-то вот зашли в одно. Там одни напитки. Короче, кафе есть. Сейчас что-нибудь уже возьмём и пойдём, наверное, домой отдыхать. Как-то вылетишь сюда. Как-то здесь будем переходить. Нет, давай вот так. Короче, у нас вот здесь ориентир фонтан. Сейчас мы прошли чуть-чуть. В общем-то, кафе, который бы нам понравилось, мы не нашли. Какие-то они все угрюмые. И мы в итоге зашли в магазинчик, забрели. И как увидели там кучу всего того, что в кафе нету. И вон полный пакет набрали. Сейчас Кристина мне его отдаст, я говорю. Дай засниму фонтан. Девочкам покажу. Ну и поболтаю немного. Ладно, ладно, давай. Сейчас я прикину, что хочу. Короче, очень много вкусняшек набрали. Сейчас мы придём, всё покажем. Кристина в шоке с этих цен. Я просто очень хочу есть, поэтому я вижу, что дорого, да. Ну, примерно прикидываю, какая цена будет. Но на порядок выше. В два раза дороже, чем наши яйца, понимаете. Даже в три, да? Шесть яиц сто пятьдесят рублей. У нас десять яиц пятьдесят рублей. Шестьдесят. Ну, семьдесят максимум, да? Короче, мы голодные, с ума сойти. Я ещё вкусняшки набрала, такие, которых у нас не было. Будем пробовать с вами сейчас. Идём. А вот сейчас мы подходим к нашему дому. Ты начала материться, и я решила начать снимать. Вот наш дом, который стоит между вот этой вот слева и справа. Он посредине, конусом. Вот это наш дом. Сейчас мы туда зайдём, и я вам покажу, как там внутри. Вот он. Сейчас поближе ещё. У нас здесь кафе справа и слева. Не там, не там не разговаривают по-английски. Итальянский и португальский, по-моему, французский. Вот. Вот наш дом. С виду он очень страшненький. Да, и внутри тоже он не особо симпатичный. Здесь вот нам оставили ключи, и мы их забрали. Тут кот был. Нам сказали, какой кот. Открылась вот эта штука. И вот здесь замок. Сейчас зайдём. Ну что, заходим в наши комфортабельные условия. Кристи, заходи. Вы сразу можете наблюдать стеночку такую вот. И первое, что... Да, свет включаем. И первое, что это сразу... Тут запах шок ещё такой не очень приятный. Старинные. Вот такое старинное покрытие полов. Я дверь закрываю ещё дополнительно. Так, чтобы её даже снутри нельзя было открыть. Ну, мало ли, блин, живём в доме, понимаете? Всё. Тут ничего не откроешь. Отлично. И всё. Тут непонятная дверь. Она закрыта. Туда не пройти. И сразу вот эта лестница. Ну, вот маленькая вот такая порожка. По лестнице мы поднимаемся. Лестница, как видите, тоже старая. Стены здесь такие кирпичные. Сейчас я сверху покажу ещё, как это выглядит. Очень крутая лестница. Так. Кристина на кухне. Тут такая кухня, как бы раздвоение такое. Кухня. Тут ещё дальше лестница. Тут ещё три этажа. Тут наш зал. Здесь кровать разбирается. Диван тоже, по-моему... А, нет. Диван тут не разбирается. Кровать разбирается. Тут такой столик. Большой телевизор. Кристинкин чемодан. Окошко. Всякие приспособы. Стол. А здесь вот Кристина будет готовить. И мне передавать через окошко всё. Прикольная штучка, кстати. Надо пощёлкать. Вот вид у нас в окошко. Такой вот симпатичный. В принципе, всё как на букинге было. Вот вид такой же. Полочка. Ну вот, чтобы вы видели. Сейчас пойду наверх, сразу вам всё покажу, чтобы вы просто понимали, где мы живём. Так. Ну вот кухонька, да. Вот. Вот. Мы тут накупили всего разного всякого. Так. Ладно. Идёмте дальше. Опять винтажная лестница. Я так вы заметили, что туалета нигде нет. Туалет только вот здесь. Вот у нас туалетик. Далее у нас идёт душ вот здесь вот. Умывалочка. Ну, кстати, миленько-миленько. О, даже какая-то запотевшая или грязная. Непонятно. Душ. Так. Балкончик. Идём. Это ещё одна спальня. Здесь стираемся. Здесь комодик. Два окна, даже три окна. Здесь очень светло. Креслица. Сушилка, гладилка. Так. Эта лестница ещё наверх. Тут даже читать можно. Видите? Лампа. И вот такая двуспайльная кровать. Большая. Вот. Значит, вот так. Покажу вам отсюда вид. Ну, в принципе, симпатичные. Именно комнаты. Они мне понравились. Они симпатичные. Вот эта вот лестница. Только она сбивает с панталыку. И вот следующая лестница. Ещё выше. Это уже третий стаж. Та-та-та-та. И здесь тоже. Под самой крышей. То есть, вы поняли даже. Тоже двуспалочка кровать. Комодик такой. И два окна. Кстати, я очень люблю, когда окна напротив. Прям, видите? Прям напротив кровати. И вот здесь окошка ещё. Вид. Тут никакого вида. А тут вообще, понимаете, всё же видно. Видно. Вообще всё видно. Красота. Вот. Вот такое. Пойдёмте теперь вниз. Ай! Я ударилась головой, как всегда. Так как Кристина сразу начала всё есть, у нас будет не распределённая показ продуктов. Короче, купили что-то вот такое. Намазывать, наверное. Взяла булочки вот такие вот. Взяли сыр. Сыр вкусный, кстати. Попробовала? Всё вкусно. Масло. То, что я взяла новенькое попробовать, это мне вот это интересно было попробовать. Рублей двести где-то стоит вот эта штука. Сейчас пойдёмте в холодильник. В холодильник. А, ещё смотрите. Взяла попробовать вот макиято. Латте макиято. Вот. Такого я не пробовала. Тут, наверное, несколько. Взяли маленькую кофе. Это уж совсем, если мы будем с ума сходить. Крис на солнце поставила шоколадные изделия. Сейчас их уберу. Тут у нас печечка, кстати, такая, мывалочка. Вот тут всё как надо. Взяли супчик. Вдруг захотим. Знаете, вместо чая супчик. Попробовать четыре штуки тут их. Потом. Вот такие я не видела у нас. Что-то прикольненькое, милкое. И нутелла. Я вообще люблю нутелла. Но вот что-то прикольное должно быть. А что мы ещё взяли? Мы ещё взяли два йогурта. Типа натур какой-то продукт. Вот эти яйца стоят. Сколько, Крис, ты говоришь? 2,45 евро. 2,45. 2,5 евро. Так, взяли вот такую. Это с блинчиками. Знаете, разогрел. Положил и всё. Ну и помидорчики так. Короче, я сама голодная. И хочу скорее что-нибудь съесть. А вот Кристинка сидит и кушает. Короче, девчонки, тут ещё не только всякие приколюхи в этом доме. Тут ещё и очень холодно. У нас главное, что везде здесь были открыты окна на всех этажах. Сквозняком. Холодно. Кристина догадалась. Говорит, давай включим отопление. У неё тоже котёл есть, а у меня нет котла. Я не знаю, как что-то. Переживала, чтобы ничего не взорвалось у нас. Но она всё включила. Батарея прям как следует заработала. Ну нифига. Вот мне кажется, она повесила носки на батарее. И вот они всё на себя забирают. Всё тепло. Даже перебор. Ха-ха-ха-ха. Вот. И что-то никак мы не можем согреться. Представляете? Мы вот в костюмах. Если ты пойдёшь туда наверх, там ещё холоднее. Там ещё холоднее, да. Хорошо, что закрутится. Кристина, вот она. Она закуталась. Ха-ха-ха. И мне кажется, мы будем спать в наших единственных костюмах, в которых мы приехали. Как ты сказала, как ты наказала. Представляете? У нас вообще... Я тебя не наслушалась. У нас вообще ничего нет. Кристина, ты взяла тёплые носки? Я взяла. Фикс прайс со мной. Ты-ты-ты. Фикс прайс со мной. Я взяла, да, тёплые носки. Фикс прайс будет мне греть. И костюм вот на мне. И больше ничего так толком-то я не взяла. В домашней одежды я не взяла никакой. Сейчас лягу и буду смотреть Бузову. Третья или четвёртая. Четвёртая серия. Я её как раз не посмотрела, потому что делала клип для Дэнтики. И для вас. Чтобы вы посмотрели, как мы день рождения немного справили. Вот. Ну короче, хочется на самом деле лечь. Мы устали за всё это время. Хочется лечь. Мы сейчас поели. Уже выпили чай даже со сладюшками. Хочу включить вот это, посмотреть и уснуть. А сейчас на минуточку... А какое у нас по Москве сейчас время? Ты у меня спрашивала? У тебя же... Ты же ещё говоришь, о, прикольно показывает и то, и то. У меня показывает. Ростов-на-Дону 19.10. И 7 часов вечера. И спать хочется. Сейчас бы вот прилегли и уснули бы. В общем, завтра я планирую под будильничек, наверное, встать. Потому что такие, что можно вот по такой погоде вообще никак вылазить. Под будильничек встать. И надо нам выехать, знаешь, во сколько с тобой. Во сколько встали, да? Во сколько встали? Ну, как бы всем выехать. 6.30 встать. Всем выехать. Нам часа два-два с половиной ехать до Германии. Нам нужно ещё найти какой адрес у аутлета этого. Ты хочешь там поезд найти? Поезд? Поезд, да. На чём ехать? На машине мы поедем. Какой поезд? Ты только что шла и говорила, не хочу на машине. Вот здесь вот. Я не хочу. Вот я иногда что-то говорю, а Кристина меня как будто не слышит. Я говорю, где мы здесь? Она говорит, мы зашли сейчас пешком до магазина. Мы шли с ней. Она говорит, пятишку воды брать не будем. Ну, я так и думала. Возьмём двухлитровую. Давай лучше на машине потом. Я говорю, когда, ну, так а когда потом? А я говорю. Когда мы поедем? По делам уже поедем. Или когда мы поедем, мы не едем и будем возле магазина проезжать? Ну, может быть там где-нибудь будем и хрен его будет когда. Да, и когда мы купим воды, что без воды всё это время сидеть? Как правильно. Я говорю, а здесь? Я говорю, здесь я не хочу по городу ездить на машине. Потому что здесь с парковкой везде беда. Поэтому, ой, поэтому такие дела. И не поставишь как бы, ну, тут всё как бы близко. Лучше на автобусе, честно говоря, проехать на каком-то городском, чем на машине. На машине вот на расстояние дальнее. Вот поедем в Париж на машине. Кстати, туда, блин, три с половиной часа где-то будем ехать. И обратно потом. Сколько? Сколько? Три с половиной часа вроде бы. 300-400 километров, что ли. Но ещё толком не помню. Вот в Германию надо посмотреть адрес какой, аутлет, посмотреть всё сколько. Ну вот завтра, то есть это вообще, по-моему, самое важное, за чего я приехала, это шоппинг. Это этот аутлет. Ну, конечно, можно было, 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 было приехать. Устал рот. Устала голова. Голова устала. Со всеми её частями. Можно было приехать, конечно же, прямо в Германию вообще. И на самом деле было бы всё, может быть, по-другому, но сложилось всё так, как сложилось. И теперь нужно плясать от этой гостиницы, от этих апартаментов и от этого города. Вот. Поэтому всё так. В следующий раз я такого не допущу. Всё будет чётенько. Всё будет предусмотрено. Ну, бывает. Короче, вот так. Поэтому завтра утром встаём и едем. Оставайтесь с нами. Мы покажем вам аутлет. Самый крутой в Европе. Ты как, это баба на комон залезла? На печь. Короче, девочки. Всё, что мы сейчас вам расскажем, это наистрашнейшая история, которая могла произойти. Короче, на самом деле не смешно. Мы попали на бабки. Это нифига не смешно. Давай встанем, а то они красивые какие-то. Нормальные. Короче. Не страшнее, чем этот город. Это точно всё. Короче, девчонки. Да я хочу сесть как-нибудь. Красиво. Иди сюда. Иди сюда, детка. Иди сюда. Вот обогреватель. Ну мы спросим сейчас. Вот сейчас более всё хорошо и спокойно. Короче. Знаете, как говорят, скупой платит дважды. Я вечно пытаюсь сэкономить. Да, это нормально. Мы вот в одежде. Потому что здесь. Платье моё выходное хотела в Париже надеть. А это тебе твоя тёплая ночная шкафа. Блин, это помимо неё у меня лосины и носки. И ещё мальчик. Потом тебя девчонки в Париже увидят в этом наряде. Они увидят потом в Париже. Я буду завтра. Ещё в них никто не будет. Они потом в одном блоге посмотрят. Или в моём посмотрят, в твоём посмотрят. У меня выбора нету. А что делать? Короче, девчонки. История такая. Я хотела выбрать один отель. Но хорошо, что я его тоже не выбрала. Потому что сегодня мы в него заезжали. Он весь закрытый. Там не горит ни одного света. Никто не отвечает. Короче, ресепшена там нету. Я вообще не понимаю. Хотя он постоянно забронированный. Начнём с того, что город Ильеж не показал за это первое время себя каким-то, ну как вот классическая Европа. Не знаю. Но в таком понимании, как я её понимаю. То есть я много где была в Европе. И я вам скажу, что я только встречала всегда доброжелательных людей. Что даже бывало иногда это чуть бесило. Потому что казалось какое-то лицемерие. На игры наут люди встают и улыбаются. Может у них плохое настроение и они тебе улыбаются. Но это как бы в их менталитете. И когда ты здесь долго находишься, то потом, когда ты возвращаешься в Россию, ты возвращаешься и думаешь, какие у нас тут все злые. И даже порой сама наступишь кому-то на ногу. И думаешь, как хорошо, что не нужно извиняться. И так всё понял, да? Здесь же в Европе такое не прокатит. Ты тут зацепил, посмотрел не так. Excuse me. Ой, ой, но-но. Всё хорошо, всё улыбается. Я уже не говорю об обслуге. О людях, которые обслуживают. Вот здесь в Ильеже начнём с того, что я не заметила. А здесь вот люди такие же, как в Москве. Они, короче, заморочены на себя. Они на тебя не смотрят, не улыбаются лишний раз. Ничего там тебе не подскажут. Ну, попросишь, на тебя посмотрят, скажут там что-нибудь. Это первый момент. Второй момент. Это город молодёжный. За всё время, пока я здесь уже прошлась и погуляла, я вижу очень много молодёжи абсолютно разных национальностей. И не такая молодёжная, знаете, скромная, учится там. А вот, ну, молодёж как бы. А это, знаете, всегда небезопасно. Особенно вечерами. И стариков здесь хватает, да. Да, ну, в принципе, это молодёжный город. Так и говорили, когда мы сюда ехали, что это молодёжный город. Мы этот город немного не знаем, да. А ещё раз повторюсь, что приехали сюда по определённым обстоятельствам. Так сложилось. То есть, если бы мы разыграли всё обратно, мы бы выбрали другой маршрут. Вот. История такая, что я заказала апартаменты. То есть, сначала я заказала гостиницу. Потом нам нужно было продлить ещё на один день. И когда я посчитала гостиницу, это оказалось очень дорого. Там около 30 тысяч. И я решила ещё поискать. И мне на пути попались апартаменты. Апартаменты – это когда тебе дают ключ как бы от квартиры там, да, или от дома. И ты находишься в этих апартаментах. Ну, как бы сама, да. Нет никакого администрейшена. То есть, ты просто вот тупо пришёл в дом какой-то и живёшь там, да. Ну, хорошо, если ты хозяина увидел. Но мы даже хозяина не увидели. В итоге, я нашла эти апартаменты. Они были очень-очень дешёвые. 14 тысяч 6 дней. Представляете? Это в два раза дешевле, чем самая дешёвая гостиница. Я же, конечно, и беру их, и бронирую. Думаю, ну, будет приключение. И сразу Кристинке говорю, Кристинка, будет приключение, потому что я заказала какой-то дом. Он, короче, какой-то там старинный такой. Весь внутри, типа, такой антураж. Ну, в общем, будут приключения. Трёхэтажный дом на 6 человек рассчитан. И, в общем-то, пришли мы в этот дом. Первое, что нас не встретил хозяин. Оставил нам просто ключи. Ну, в принципе, в Европе такое доверие, как бы, к людям я замечаю. Ну, вообще, я ему должна была ещё 400 евро заплатить по условиям букинга. Ну, как бы заплатить, чтобы просто они у него были там в случае того, если что-то пропадёт или, может быть, что-то испортится. Но нас хозяин не встретил. Он сказал, что у него дела. Он оставил нам ключи. Мы их взяли. В общем, провели мы день в этом доме. Там бесплатная парковка, говорили, есть, но её там нету. В общем, провели день в этом доме. Чуть-чуть походили вокруг. Вернулись домой. И, на самом деле, дом некомфортный. Потому что он реально старый, страшный. Каждый звук, каждый скрип мы вздрагиваем, думая. Я всё думаю, что кто-то там будет. Потому что... А, я же вам показала этот дом, да? То есть вы поняли, да? На первом этаже дверь и выход. И сразу лестница. Сразу лестница. Потом идёт наша спальня, где мы остаёмся. А туалет вообще на третьем этаже. Кристина вообще боялась туда ходить. Говорит, ты будешь ходить туда со мной ночами. В итоге. Что я хотела сделать, я не поняла. Но в какой-то момент я зашла на сайт... Дозвольте отзывы. От какой даты? Я всегда отзывы скажу. А, да. Кристина начала говорить, какие отзывы, от какой даты. Я решила зайти ещё раз на букинг и почитать отзывы об этом месте. И удивилась, что я не могу найти этот отель на букинге. То есть он не бронирует ничего. Ни на какие даты. Ни на три месяца вперёд, ни на четыре там. То есть его просто нету. А, даже я нашла этот отель. Я его нашла. Я его начинаю как бы бронировать. Мне говорят, на ваши даты забронировано. Можно подыскать ближайшие даты в этом? Я говорю, да. И мне выдаёт. На это нельзя забронировать. Мы не можем пока забронировать на этот. Мне показалось это странным. И я просто нашла уже этот отель. Начала его листать, смотреть. И вдруг я смотрю на фотографию, которая фасада. Я вам её показывала. В этом доме две двери. Одна дверь наша, с которой мы заходим в дом. А вторая находится рядом. И там как бы получается комнатка маленькая. То есть там либо кто-то живёт, либо не живёт. Но там как бы дверь, форточка открыта. И больше никого нет. Но меня осенило. То есть я захожу в дом. Всегда в отель или где бы я была. Я закрываюсь всегда очень плотно. Чтобы никто не мог снаружи открыть. Даже если у кого-то есть ключи. Я закрываюсь изнутри. Закрываю всё. Так, чтобы никто не открыл. Но я осознаю, что с улицы можно зайти в соседнюю комнату или квартиру или что-то. И просто вот у нас прям в доме дверь на первом этаже. Может я вам показывала или нет. На первом этаже дверь какая-то левая. Которая мне не под контролем. И пока мы там наверху спим, эту дверь может кто-то открыть. Понимаете? Тот, кто живёт за стеной, да? И меня это безумно напугало. Во-первых, вот сам город, он не внушил доверия. Люди, которые живут, как-то они не внушили доверия. При том, при всём, что это Европа. И вот такая ситуация. Плюс мы хозяина не видели. И ещё момент, что хозяин не берёт трубки. Я ему звоню, он не берёт трубки. Он очень долго отвечает на сообщения, когда мне нужно было срочно припарковать машину, когда всё платное. И машину больше трёх часов нигде нельзя оставлять. Поблизости всё платное. В общем, нервишки поделал. И в итоге ночью я вскакиваю, осознаю и понимаю, что я и так сплю, прислушиваюсь. Никто не пытается открыть нашу дверь. И так паранойя немного. Но когда я поняла, что у нас дверь какая-то левая, вообще в дом как бы может войти человек, даже не с нашей входной двери, я... Всё. Мой сон пропал. Я говорю, Кристина, собираемся. Звоню любимому. Я говорю, побудь со мной на связи. Зая вот скинула ему все локации и то-сё. И мы сели в машину, прыгнули и поехали искать гостин. Ну вот нашла ближайшую. Мы вот за ночь сейчас взяли 60 евро заплатили за то, чтобы здесь вот на ночь остаться. Но здесь тоже, знаете, не... Ай, вообще, там дом огромный-то. А здесь вот, смотрите, вообще. То есть у нас в Ростове за пять тысяч... Пять где-то получается, знаешь, сколько? 60 евро. Где-то пять тысяч, да. У нас за пять тысяч можно реально нормальный номер снять. А здесь просто малявка номер. Просто кровать. Просто кровать. Просто кровать. Просто это. И там малюсенький туалетик. И даже души, по-моему, не. Просто туалетик, да? Или душик есть. Да, будет. Но все такое малюсное. Да, вот, малюска вообще. Как, знаете, где вот в поезде или там в самой... На яхте в самолете было. Такое мини-мини все. Ну, это, конечно, не вариант вообще. И тот не вариант, и этот. Я не знаю. Там вообще написано, что типа деньги не возвращаются. Я ключи не оставила. Я ключи забрала с собой. Звонила и на WhatsApp, и на телефон хозяину. Он не берет трубку. Я ему оставила сообщение в WhatsApp, что у вас фотографии не соответствуют действительности. Вот. И что мы бы хотели вернуть деньги, мы проживать там не будем. Ну, и все. И он пока не отвечал. Ну, мы уехали тут за шесть километров от гостиницы. Тут нормально хотя бы поспать. И не думать, что кто-то из левой двери зайдет. Конечно, местные, кто здесь живет. У нас здесь есть знакомые, кто живет в Германии, рядом. Говорят, это нормально. Не беспокойтесь. Туда-сюда. Я говорю, ну, я все могу понять. Но одно то, что и так дом как бы страшный. Черт знает, где находится туалет. Как бы, да. Куча всего, куча всего. Слышимость сильная. Тонкие стены. Я на все закрываю глаза. На всякие звуки посторонние. На то, что мы там хозяина не видели. Но когда я осознала, что это дверь, с которой могут войти люди. И я ее никак не могу контролировать. Я поняла, что я не смогу остаться в этом доме. Мы свалили. И вот сейчас спокойно ляжем спать. Утром встанем. Мы даже чемоданы оставили, на самом деле, в машине. Потому что здесь нет холодильника. А у нас там еда. Я говорю, пусть на улице лучше в холоде они побудут. Мы просто сейчас ляжем спать. А утром проснемся. И, конечно, это вообще будет. Я обещала Кристине приключения. Кстати, эта поездка – это подарок же Кристине. Как тебе, Кристина, подарок? Скажи, лучше б я ходила без подарка. Блин, ну кто б знал. Я сама, на самом деле, еще лучшие варианты. И чтобы это было недорого. Понятно, что мы можем за бешеные деньги снять там и супер-отели и все-все-все на свете. Но мы не располагаем такими финансами там космически. Деньги купила целые. За ночь я оплатила два супер-отеля. Я не знаю, короче, пропадут эти деньги. Но я там не смогу жить. Поэтому придется потратить. Где еще? Где-то 25 тысяч, я думаю. Сверху. Да, и за 45, конечно, за 50 можно было бы офигенно отельчик. Называется, скупой платит дважды. Блин, ну я не то чтобы скупой, извините. Я рассчитываю свои деньги. У меня нет таких денег, когда я вижу там цену сразу там полтос. Да ну, ну какой полтос. Вот подешевле, подешевле. А ты же не знаешь до конца, что тебя там ждет. Поэтому такое дело. Но я думаю, что мы будем долго вспоминать эту поездочку. А это только первый день. Все только начинает. Ладно, сбоку ночи. Поку ночи. Больф. Ушитель. Больф. Больф. Конец. Продолжение следует...